У меня есть несколько вопросов к нашим азербайджанским коллегам. Очень простые и очень понятные. Руководитель Азербайджана, президент Ильхан Гейдар Чалиев говорил, что мы будем жить плечом к плечу, рука об руку, с нашими армянскими гражданами, как говорили. И что их ничего плохого не ждет. Вот скажите, пожалуйста, вот эта фотография скверненного азербайджанцами памятника Возгену Сарксяну в Шуши, это зачем? И, конечно, вопрос есть и к армянской стороне. Почему памятник не был демонтирован и вывезен из Шуши? Почему памятник не был взорван во время выхода из города? Кто из карабахских властей ответит за оставление памятника на поругание азербайджанцу? Ясно, что у них отношения однозначные к нему? Что-то так срочно надо было бежать? Второй вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот я вам покажу сейчас село Аветар-Аноц. Скажите мне, пожалуйста, вот азербайджанские воины зачем упражняются в стрельбе по бутылкам, поставив их на памятник жертвам Великой Отечественной войны? В этом какой смысл? Это не что хотят сказать. Вот эти азербайджанские солдаты, они уже установлены, надеюсь? Вот просто хочу понять. Они как-то будут наказаны? Скажите мне, пожалуйста, когда говорят о том, какая будет культурная автономия, как ничто не угрожает жизни армян. Скажите мне, пожалуйста, а вот этот разгром, он зачем? Вот азербайджанские солдаты это творят зачем? То есть он что пытается доказать? Он пытается доказать свое уважение к армянам, к их собственности, и говорят, добро пожаловать в свободный Азербайджан? Просто мне интересно понять, вот что. И второй пришел. Это все для чего делается? Для того, чтобы показать, как все круто, какие молодцы? Издевательство над стариком. Стариком совсем. Да, он армянин. Вот скажите мне, пожалуйста, вот молодые, здоровые спецназовцы, вот толпой на деда накидывающиеся, вот это зачем? Вот они что? Они что пытаются показать? Вот они это для чего делают? Дед, который еле ходит, который взяли в плен. Что, нравится? То есть это и есть доблестное воинство? Или это показывает, как все будет хорошо, да? Какое колоссальное уважение к старости? Это зачем? Я уверен, что президент Алиев и близко не поддерживает такое поведение некоторых граждан Азербайджана, находящихся на службе. Но только у меня вопрос, а их судить будут? Будут приняты какие-нибудь меры против них? Или теперь это считается нормально? При этом мы с вами хорошо понимаем, как сейчас, я смотрю у меня в комментариях, якобы армянские аккаунты пишут всякие гадости. Мы четко знаем, что это деятельность специального центра, занимающаяся именно попыткой разорвать отношения между Россией и Арменией, резко их ухудшить. Это нет ни малейшего сомнения. Любопытно, что 6,5 тысяч аккаунтов, которые этим занимаются, ВИАПЕ и адреса приводят нас Азербайджан, Турция и Британия. Та самая Британия, которая впрямую говорила о начале кибервойны против России. При этом РИА Новости провели опрос в Армении по заказу радио «Спутник» 17 ноября 2020 года методом телефонного интервью. Подавляющее большинство респондентов, кого считают союзниками жители Армении, 83,8% ответили, что относятся к России хорошо. 84,6% респондентов считают Россию союзником Армении, 62,3% респондентов считают Россию наиболее дружной страной, 79,6% готовы принять военно-политическую помощь от России. То есть, если вы сравните опросы реальных людей с той бешеной активностью, которой развернулись боты, вы поймете, что нас пытаются откровенно вести в заблуждение, показав, что в Армении якобы сумасшедшая антироссийская истерия. Это не соответствует действительности. Просто учтите это, когда вам будут говорить, что армяне неблагодарны и не понимают.